а потом бог нам в помощь собрать это все до кучи и снова здравствуйте всем привет на канале Сева ТВ сегодня у нас на разборке АКС-У-74 или АКС-74У вот так вот он выглядит начнем приступим к разборке кстати вот с таким магазином он смотрится я считаю извращением тут лучше такой магазин на 20 патронов короткий АКС-74У он специально делался для автомобильных или как не автомобильных мотострелковых подразделений где надо постоянно залазить вылазить с танком поэтому его сделали укороченным АКС это автомат Калашникова складной у укороченный здесь такой приклад нажимаешь кнопку он складывается получается такой маленький пистолет понабегал тут зрителей вот только что слышали да это конечно владелец автомата говорит что это кусок гумнан что когда он на стрельбу с ним поехал сразу сказал что разочаровался в этом автомате шиться с этим автоматом хотел полегче взять да не учел шум лучше тяжелее взять но потише да получается у этого автомата у него шум реально как у ДШК не ДШК как у ПКМ а снимем ремень да можно же его снять полностью там патрон где потом в свале ты ж не проверил нарушение техники безопасности у нас мы это не по технике безопасности делаем все повырезаешь при монтаже не знаю так вот снимаем эту тему не можно пооставлять конечно сняли ремень это для начала чтобы он не мешал теперь снимаем этот безобразие которое называется пламя-гаситель его снимать не так а деда шумбова нет зажимается вот так вот протирается к этому двумя руками два витка у нас подали да тут сказали мне еще надо проверить наличие потом передергиваем спускаем крылок да лучше всего ставить на автоматическую стрельбу это для полной разборки так дальше что дальше ну там фокус нормально идет так она у тебя в кадре влазит помощь можно еще ближе да сделать этот пистолет в кадре влазит не то что я СВД разбирал вот дальше снимаем после того как мы это все сделали как проверили нет ли патроном снимаем крышку ствольной коробки она здесь видите тут цепляется она здесь цепляется так как у акс не снимается полностью а просто так вот поднимается снимаем назад на боевую пружину вытягивается вытягиваем затворенную раму с газовым поршнем на затворной раме находится затворе который с помощью такого движения отсоединяем от затворной рамы затворим затворная рама после того как отсоединили затвор снимаем газовую трубку со ствольной накладкой здесь вот есть специальный такой рычажок поднимаем его переворачиваем полностью и снимаем цевьё дальше будем разбирать ударно-спусковой механизм для этого необходимо отделить курок для этого нажимаем на рычаг автоспуск и разъединяем шептала автоспуска с курьком нажатием на спусковой крючок с помощью отвертки поднимаем концы боевой пружины дальше с помощью отвертки поднимаем я сказал концы боевой пружины и с помощью пальцев заводим их за выступ боевого взвода курыка вот так вот одну сделали и то же самое делаем со второй пружиной с помощью отвертки и поднимаем и пальцами заводим ее за выступ боевого взвода курыка дальше с помощью нажимаем на пружину автоспуска чтобы она вышла из кольцов проточки оси. С помощью протирки выдавливаем ось курка. Вот она выпала, это ось курка. Аккуратно придерживаем его левой рукой, вытягиваем протирку, поворачиваем, поворачиваем круг и вытягиваем его из ствольной коробки. Отсоединяем от курка боевую пружину. Дальше пружина автоспуска, видите она поднялась, нам надо с помощью выколотки выдавить ось спускового крючка. Вытягиваем эту ось и достаём спусковой крючок с шепталом одиночного огня. Вот так вот он выглядит. Спусковой крючок с шепталом одиночного огня. Всё, дальше отделяем от спускового крючка шептала одиночного огня с пружиной. Дальше отделяем автоспуск. С помощью выколотки сдвигаем влево ось автоспуска, при этом удерживаем его правой рукой, вытягиваем ось автоспуска. Вынимаем автоспуск с пружиной через отвязи для магазина. Отделяем автоспуск от пружины. Дальше отделяем переводчик, ставим его перпендикулярно в двольной коробке и вытягиваем переводчик огнем. С помощью отвёртки откручиваем. Дальше с помощью отвёртки откручиваем пистолетную рукоятку, вот снимаем пистолетную рукоятку, такой болт, сама рукоятка, гайка. Так, в автомате много песка, он очень грязный. Я его сейчас буду чистить, полностью делать его чистку. Еще покажу дальше, что можно еще снять. Снимаем пружину цевья. Здесь она находится. Вот, пружину цевья сняли. Это тоже снимается, но это я отдельно покажу, как она снимается. Это надо зажать в тисках и вот эту деревяшку надо прокрутить. Она так выкручивается и вытягивается. Если будет время, я покажу, как это делается. Дальше разбираем пружину. Упираем нижний час вниз. Вот так вот. Снимаем вот эту вот, не знаю как его назвать, муфта, не муфта. И вытягиваем. Вот, разбираем пружину. Складываем. Снимается. Дальше разбираем затворки. Вот, на затворе есть такая дырочка. С помощью выколотки вытолкнуть шпильку, удерживающую ударник и ось выбрасывателя. Вот ударник. Вот этот вот шпиль, который я их удерживал. А вот это вот ось выбрасывателя. Ось выбрасывателя извлекаем. Ось выбрасывателя. Также извлекаем сам выбрасыватель. Нажимаем на него и выводим его вверх. Выбрасыватель с пружиной. Это мы разобрали затвор. Еще остался этот, я сейчас попробую, может его и так сниму. С помощью шомпола. Вот отсоединил газовую трубку от ствольной накладки. Здесь получается газовая трубка идет. Ствольная накладка и вот такой фиксатор, который здесь находится. Ось, на которой держится приклад, закернена. Просто так ее не вытянуть, ее надо выбивать с помощью гвоздя и молотка. Ее надо отсюда выбивать. Так, еще вот есть вот пружина такая. Я ее тоже сейчас попытаюсь снять. Но про нее ни в каких мануалах не написано, что она снимается. Все остальное заклепано и не снимается. Блин, не знаю еще мушку, но мушку я не буду снимать, поскольку здесь автомат пристреленный. И не хотелось бы сбивать ему прицелом. Для того, чтобы снять вот эту пружину, здесь так вот упираемся и отводим эту пружину в сторону с помощью переводчика огня. А снизу, с помощью протирки нажимаем на вот эту вот оську. Нажимаем, вот эта оська поднимается вверх. И по чуть-чуть ее так вытягиваем. Вот, достали ось эту. Так она выглядит. Тоже ее отложим. Вытягиваем уже фиксатор приклада с пружиной. Вот. Вот и все. На этом заканчивается полная разборка автомата Калашникова. Это АКС-74У. Вот мы его забрали полностью. Все остальные запчасти, да, не снимаются в заводских условиях или вообще не снимаются. Вот. 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 Вот.